Это тот человек, о котором пишется в Апокалипсисе, что Господь подает венцы, белые одежды. Отец Данил лежал в ковчеге, в гробу, в белых облачениях. И мне казалось, вот сейчас поднять покров, а он лежит в венце, в священном мученическом венце, может быть, еще обогренном кровью, но это был венец святости. Субтитры подогнал «Симон» Отец Даниил участвовал в различного рода дискуссиях, диспутах. В меру своих сил и талантов он отстаивал Божью правду. Но, наверное, самое сильное слово, которое он произнес, это то слово, свидетелями которого мы все являемся. Если человека убивают за Божью правду, то это значит, что правда сия разит людей, ее неприемлющих. Это значит, что она обладает огромной силой. И каждая новая кровь, проливаемая за Христа, сеяла обильно семена веры и собиралась жатва. Знаем, что и этот подвиг жизни и смерти отца Даниила есть большое, великое семя, которое, будучи посеяно в плодоносную почву, принесет свой плод. Для всех нас, кто посвятил себя служению Господу, предстояние сему гробу должно побудить глубоким размышлением о смысле и характере проповеди в современном мире, о важности служить делу Божьему так, чтобы каждое наше слово достигало ума и сердца слушающих, чтобы ни в пустую, ни в духовной праздности и лени проходили дни нашей земной жизни. Верим, что Господь примет душу раба своего в небесные свои обители. Верим, что Господь примет душу раба своего в небесные свои обители. Верим, что Господь примет душу раба своего в небесные свои обители. Как-то он еще говорил, что я чувствую, что меня убьют. Я еще так усмехнулась, говорю, ну, нужно помирать собрался. И на кого ты нас оставишь? Меня троих детей тут собрался, типа на тот свет. Так, я прямо... А он говорит, а я вас вручу в надежные руки. Я говорю, ну, какие же руки? Пресвятой Богородице. Всем нашим современникам, всем унылым, всем тем, кто пытается, ну, как-то пригреться здесь на земле, вот он бросил этот вызов. И только жительство наше на небесах, собственно, апостол раньше сказал об этом. Жительство наше на небесах. Откуда ожидаем Христа? Православные уснули. Пора просыпаться. Пора заниматься апостольскими делами. Не ходить в церковь, как фитнес. Сходил, утренние и вечерние правила почитал и занимаемся устроением на земле. Нет. Наше Отечество на небесах. Наша... Здесь у нас гостиница, здесь у нас приготовление к вечной жизни. И отец Данил – это нормальный, реальный, живой человек, который был грешным, как были грешны все святые. Вот. Но он хотел Царства Небесного, он стремился туда, он этим жил, и он это получил. Отец Данил ведь не просто хотел противостоять кому-то своими проповедями. Отец Данил пытался пламенно всех объединить. Как и Господь иногда через пророков говорил жесткие слова. Отец Данил не стеснялся говорить об этом жестко и прямо. Но эта жесткость, которая могла обескуражить внешний мир, она все-таки была тем правдивым словом, которое многих приводило в трезвость. Ворог рода человеческого только тем и занимается, что стравливает, особенно сейчас, стравливает христиан между собой по самым ничтожнейшим поводам. Люди стали действительно какими-то необыкновенно раздраженными и все время постоянно подбывают в каком-то ненормальном, нечеловеческом состоянии души. Люди забыли о том, что они, в первую очередь, христиане, дети Отца Небесного. Что мы с вами, братья и сестры, потому что мы вышли все из одной крещенской купели, одним святым духом, помазанной через святой мира. Что мы с вами вкушаем от одной святой чаши. И между тем Господь говорит, блаженые миротворцы, якотии помиловы не будут. Якотии Сыны Божьи нарекутся. Тот, кто примеряет людей между собой, делает великое доброе дело. Он свою Родину считал на небесах. Поэтому ушел домой к себе. Я падаю вниз головой. Ты, пожалуйста, не бойся, как случается со мной. Ни о чем не беспокойся. На замок закройся. С головой укройся. Я иду домой. Я иду домой. Я иду домой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова